Микробы, зубная паста, щетка и девочка Маша сразились в поединке за гигиену полости рта. Актеры, выступившие перед детьми, студенты 4 курса стоматологического факультета. В ходе представления донесли детям в игровой манере всю важность ухода за зубами. И теперь на вопрос о том, что полезно для зубов, дети отвечают, не задумываясь. Молоко, зубная паста. Среди вредных продуктов для полости рта дети называли газированные напитки, леденцы, конфеты. Кроме того, в этот день они повторили навыки чистки зубов. Не стоит много говорить о том, что в настоящее время остро очень стоит профилактика различных заболеваний в детском саду. Ну и в том числе заболеваний полости рта. Поэтому мы очень рады, что нам удалось наладить взаимодействие с Рязанским медицинским университетом. И что студенты в такой доступной, интересной для малышей форме проводят с нами уроки гигиены. Студенты Рязанского государственного медицинского университета сами придумывают спектакли и несколько раз в месяц проводят подобное мероприятие в той аудитории, где работает профилактика. И в том году этот проект был поддержан грантом Министерства молодежной политики. И на это были выделены грантовые средства. И мы сейчас проект, скажем так, в новом формате реализуем в более интересном для детей, более доступном. Больше школ предпытаемся в детских садов привлечь, в том числе и на территории Рязанской области. Для студентов же такое живое общение с детьми – это шаг на пути к будущей профессии. Намного проще будет в дальнейшем оказывать лечение маленьким и эмоциональным клиентам. Готовиться мы начинаем уже на первом-втором курсе. У нас проводят такие же интерактивные уроки уже между собой, чтобы научить нас именно разговаривать с детьми правильно, потому что это совсем другой уровень беседы. Пытаться показать это все доступно и чтобы, самое главное, дети этими пользовались и объясняли своим родителям, как правильно чистить зубы. За зубами нужно следить еще до их появления – с самого раннего возраста. А чистить начинает с момента появления первого зуба. Но даже если время было упущено, теперь специалисты хотят исправить ситуацию. И надеются в скором времени реализовать проект, где смогут увидеть плоды своей работы. У нас есть несколько идей. Это либо осмотры детей, то есть сейчас школьная медицина возрождается. Это очень тоже актуальное направление. И смотреть до уроков гигиены, уровень гигиены детей. И после проведения этих уроков, как дети это реализуют в практике, в жизни. Ну и, конечно, опросы родителей, потому что родители – это те люди, от которых зависит очень много. С другой стороны, подобные уроки гигиены приносят не только знания, опыт, но и эмоции. В этот день у всех они оказались на высоте. Приятно просто общаться с маленькими детьми. Это такой заряд бодрости на весь день. И очень-очень позитивно. Какие эмоции вы сегодня получаете? Эмоции только положительные. Я наслаждаюсь каждой секундой, проведенной в этом костюме. Ну и напоследок всем зрителям специальное пожелание от маленьких учеников, посетивших урок гигиены. Чистить зубы, улыбаться и почаще улыбаться, закаляться. И тогда не страшна тебе хандра.